Программа Мастера с Дианой Берлин Программа Мастера Ну и тот самый, о котором я сказала в начале, Алексей Кортнев, лидер группы «Несчастный случай», создатель, но для меня мало этого, потому что Алексей Кортнев превосходный артист, и об этом мы с вами поговорим тоже сегодня, если вы не возражаете, да? Я думаю, что Саша не будет возражать, потому что это льет воду на мельницу из его театра мюзикла Конечно, конечно Так случилось, что мы говорим сегодня о мюзикле, но это не означает, что мы не говорим сегодня о вас Да? Вот я вас прошу, чтобы вы сразу же именно настроились на эту волну Хорошо В Москве появился театр мюзиклов, просто официально появился Спасибо Михаилу Фимовичу Швадкову, правильно? Спасибо именно ему Именно ему, безусловно, потому что, ну, я не знаю, десятилетка раньше, я лично не поверила бы, что такое может быть Ну, трудно поверить Я и пятилеткой раньше бы не поверила Ну да, и это, и вообще для меня самым парадоксальным является то, что у нас на Пушкинской площади идет мюзикл каждый день Вы знаете, вот как-то на Пушкинской В бывшем центральном кинотеатре страны Да, ну, как-то на Пушкинской, вот там вот, на Дубровке, все знают, шоу-мюзикл и в театре опереты Ну, то, что театр, специальный театр появился в Москве, это, конечно, большой шаг вперед, правда же? Согласен с вами И вы решились его возглавить? Было дело Ну, вас уговаривали? Нет, нет Правда? Мы эту историю сообразили на троих, Михаил Ефимович Швыдкой, Давид Ярч-Смелянский и я Какая компания потрясающая Неплохая, честно скажу Неплохая компания Можно присоединяться Милости просим История очень простая, на самом деле Количество в какой-то момент должно было перейти в качество Поскольку мюзиклов становилось и становится все больше и больше Нам показалось в какой-то момент, что у жанра должен появиться свой дом Если существует театр комедии, существует театр оперетты Теперь даже театр КВН существует Совершенно справедливо, есть теперь театр КВН Ну, уж мюзикл сам Бог видел Тем более, что жанр в сценической версии существует, положим, не так давно Хотя и здесь, как сказать Но ведь в киноверсии начинаем от веселых ребят От цирка, от Волги-Волги Как, кстати, и американцы Сначала кино А уж, если вспоминать театральную историю Ну, а Юнон и Авось от того, что написали рок-опера, что не мюзикл С точки зрения формы общения с публикой Безусловно, мюзикл А арфей и вреди Ах, а кин-мурьета Совершенно верно И длинный будет список И действительно замечательный длинный будет список Нам показалось, что жанр уже настолько прочно двумя ногами стоит на земле Получил права гражданства в здешних землях И, в общем, ему нужен дом Что, собственно, мы и решили организовать Вот, если очень коротко, то так Да, ну, вы тот самый человек, который вышли из Московского художественного театра Вы работали по миру Много, да, и даже преподавали при Гарварде И вы понимаете, что такое театр И вы верите в то, что в России, в Москве, звучащий на русском языке, мюзикл займёт своё место Если так вот однозложно, то просто да А что касается художественного театра, я из него до сих пор не вышел Я преподаю в школе-студии МХАТ на продюсерском факультете И делаю это с огромным удовольствием, веду курс Что касается шатаний по миру, то я продолжаю по нему шататься И продолжаю делать это с большим удовольствием Мы действительно в 92-м году, это уже больше 20 лет назад С моим учителем Олегом Павловичем Табаковым Придумали и в Бостоне сделали летнюю школу Станиславского при Гарвардском университете Самостоятельную, маленькую такую Которая, в общем, уже больше 20 лет работает И работает достаточно успешно Из неё родилась совместная магистратура гарвардская, мхатовская Которая тоже уже почти 15 лет работает Это такая большая часть жизни И что касается, как мюзикл у меня на горизонте появился Будет смеяться от противного Я лет 10 тому назад искренне считал, что это всё-таки такая история нездешняя Что она нам неорганична, неестественна В Родвей, да, в Эстенд, да, это всё замечательно Туда надо ездить Я свои ощущения от первой встречи там с фантомом или с отверженными, с мизераблем Это 89-й год Я помню отчётливо, это был культурный шок Причём в буквальном смысле слова И мне тогда показалось, что что-то совершенно новое в театре я обнаружил Так оно, в общем, и было Но то, что это может существовать здесь, дома, в Москве, в России Нет, мне казалось, что это, в общем, не наша история И когда в 2005 году мне было сделано предложение поработать в голландской компании Stage Entertainment Где, собственно, мы с Алексеем и познакомились И начали сотрудничать, вот, и дружить, общаться Я пошёл доказывать уравнение от противного Мне казалось, что это невозможно Может быть, даже прежде всего сам себе Ну, конечно, именно сам себе Именно сам себе И оказалось, что для западных, допустим, творческих групп, с которыми мы там работали Для ребят, которые делали у нас в Москве «Мама Мею» Для ребят, которые делали «Красавицу и чудовище» Для них русский актёр, школа русского психологического театра Таким удивительным образом Вот так, как та хрустальная туфелька Золушки Налезла на ножку мюзикла Они приезжали и удивлялись Как же это вот так вы держите спектакль по-живому Как это так получается, что они не заигрывают историю А всё время что-то новое И мы пришли к очень простому выводу На самом деле Что, поскольку артистов мюзикла в России не учат Ну, это новая профессия Только вот сейчас, в этом году, в Щуке выпускают первый курс И мы набираем там следующий курс уже для театра мюзик Поскольку, в общем, этой школы нет То самый правильный для мюзикла артист в нашей стране Это драматический артист Который хорошо умеет петь И обучен владеть своим телом Танцевать, делиться Безусловно На самом деле, есть большое количество ребят Которые сейчас весьма и весьма успешно Начать-то всё-таки надо Ну, и Иствикские же были И сейчас есть, слава богу, растратчики Чему я очень рад Конечно, Кортнев, а как же Безусловно Но драматический артист Да, это очень важно А вы понимаете, в театре же, как в жизни Это только когда взаимно Да, это так Мы же не уговаривали Я уговаривал его в своё время на другие истории И он не уговорился Ну, и сейчас не уговорился Вот прямо аж на две подряд Просто и в Иствикских ведьмах И в растратчиках Которые вот сейчас я играю Там огромные роли Да, там центральная, драматическая роль Которую прямо очень интересно играть Помимо того, что интересно петь и плясать Там просто есть чего изображать Ну, те работы, в которых мне предлагали участвовать Там, к сожалению, всё это немножко Ну, помельче, да, мелковато Хотя работы великолепные совершенно Всё здорово, да, в целом Но там 45-летнему мужчине И там играть, к сожалению, нечего И поэтому как-то и не сложилось Но зато растратчики сложились А как вы выбирали композитора? Ведь в мюзикле это, пожалуй Вы знаете, ведь тоже всё по-разному бывает С растратчиками получилось замечательно Потому что Максим Леонидов и Саша Шаврин Принесли нам готовую историю А поскольку про МХАТ вы уже упоминали То из МХАТовской истории известно Что растратчики поставлены были Что в своё время Павел Александрович Марков Прочитал этот фильетон Нашёл Катаева и сказал Вам пьесы, Валентин Петрович, писать надо Что и было сделано Пьеса шла, пьеса шла недолго Они успели забыть И когда Максим и Саша Предложили нам этот вариант В качестве одной из постановок А у нас был готовый, знаете, как на Украине говорят Берёшь в руки, моешь вещи Вот у нас был готовый продукт Его надо было поставить И зачесались руки Потому что он был написан абсолютно По законам жанра Макс ведь тоже по миру шатается много И хорошо знает, что такое правило И в театральном, и в музыкальном плане Очень образованный человек Ну, артист по образованию Ну, конечно, курс Каспо-Найдодина Слава Богу, да, всё правильно И вот опять Это сочетание театральной работы И музыкальной работы И желание выйти за рамки чисто песенного творчества И прийти к большой форме Это ведь у него первая работа В большой музыкальной форме Даёт, на мой взгляд, замечательный результат То, как он репетировал Не только как актёр А как один из музыкальных руководителей постановки До какой степени он был включён Начиная с кастинга, с отбора Именно не в отбраковывании То есть он занимался всем сам, да? А в выращивании артистов То, чтобы увидеть Вот в этой девочке В этом молодом человеке Какой-то потенциал И вытащить из него это Это просто я удовольствие получал Наблюдая за процессом Может быть, вы помните Был такой фильм Где-то, по-моему, в конце 80-х Как стать звездой Конечно Да, конечно Витя Резникова Ещё как Я просто его когда-то смотрел Раз 10, наверное Ну, поскольку это было единственное В своём Это была бомба, конечно 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 И там, кстати, Максим Угу Угу Ну, там они все, ребятки Без секретов Насколько я помню Этот спектакль Собственно, фильм Появился в результате Выпускного спектакля Выпускного спектакля Конечно Который Конечно И Татосов В общем, там, конечно Конечно Да, это было замечательно Совершенно А вот Скажите мне, пожалуйста А как женщинами у вас обстоит дело? Во Всегда Да? Вас какая сторона вопроса интересует? Ну, как-то мы в студии И вещаем на весь мир Понимаете? Потому что мне кажется Что вот это вот какая-то Немножко у нас С женщинами в театре? Ну, да, конечно Я бы не сказал, что у нас Нормальная проблема Вы У вас и здесь нормально Да И здесь нормально Ну, я не знаю Я понимаю, что Не надо, наверное, много говорить О постановках не нашего театра Но, тем не менее Я скажу, что Жан Родин Ну, конечно Например, да Например, Мама Мия Мюзиклы основаны на трех Основных женских ролях Иствикские ведьмы тоже На трех основных женских ролях Это да И не было никаких проблем с набором А Мама Мия С актерской точки зрения Шла лучше, чем в Лондоне Это я видел своими глазами Что процент Да, люди шли, шли, шли Да, конечно Нет, я имею в виду Театр Это все-таки некое стационарное Да Мероприятие, да То есть нужно найти Не только талантливых людей Но чтобы они больше Ничем не занимались Ой, нет Не бывает Ну, хотя с Курневым Это не получается Нет, нет, нет Не только с Лешей Это Нужно находить Хороших заведующих труппами Которые могли бы регулировать Которых в голове компьютер И еще делать так Чтобы они дружили Или как минимум Хорошо общались между собой Вот это у нас налажено Потому что Сегодня ведь Репертуарный театр Разваливается драматически А Мизикловый Никогда и не был репертуарным Они все блуждающие звезды И даже те, которые не звезды Тоже блуждающие И слава Богу Да То, что им хочется К нам возвращаться Для меня гораздо важнее Чем то, что они соглашаются Работать где-то еще Этой проблемы у нас нет никогда Если нам Никаких запретов нет Бессмысленно Вообще Зачем запрещать Если все равно нарушат Ну, это надо понимать Ну, это старый спор Нарушать будут Потому что актер Хочет играть Это его естественное состояние Если ему предлагают Где-то То, что я сегодня Ему предложить Не в состоянии Ну, так пусть идет Главное Чем быстрее я его отпущу Тем скорее он захочет Ко мне вернуться Да, конечно Это уже наша работа Сделать так, чтобы он все успевал И, по-моему, это очень хорошая идея Расположить театр Рядом с горбушкой Как-то в этом вот что-то есть Люди знают это место Такое, оно намоленное место Московское Ну, да, название это намоленное Ну, конечно, хотелось бы, может быть В центре Но В центре площадьев нету Да Проблема по-научному называется Отсутствует рынок театральных зданий В городе Москве Вот Леша вспоминал Кинотеатр Пушкинский Он же кинотеатр России Ну, послушайте Ни одному театральному директору Профессионалу С театральным прошлым Не пришло бы в голову Этот кинотеатр Превращать в театральное пространство То, что стейдж-энтертеймент На это пошел Это здорово Свои ограничения Наверное, там тоже есть А как вы встретились вообще? Со стейдж-энтертейментом? Да Как-то путем взаимной переписки Мне позвонили И предложили встретиться Это был момент, когда им потребовался человек Ну, вот, видимо, с моим опытом То есть Человек, у которого есть Театральное прошлое Международный какой-то опыт Иностранный язык Английский Ну, и вот Я им там сгодился Я получил огромный опыт За эти пять лет Я очень за многое компании благодарен Потому что Я никогда Продюсированием мюзиклов Не занимался до этого И сегодня я могу, в общем, сказать Что я умею это делать Слава Богу Слава Богу Да У меня к вам вопрос Да Алексей Скажите, пожалуйста Я хочу Если вы не возражаете Вернуться к одной из ваших ролей И совсем даже не мюзикла Это московская сага Вот, честно скажу Для меня это было открытием Несмотря на то, что Как я уже сказала в начале Я давно очень слежу за вами И мне очень многое нравится Мне кажется, что вы Артист редкий Сегодня редкий Так как я знаю Вам не присущи Никакие звездные заболевания Я могу об этом говорить Да Потому что был и успех И колоссальный успех Он и есть И за что бы вы ни брались Это опять успех Вот-вот-вум Дай Бог На самом деле бывает И так себе Это ваша оценка Это ваша оценка И оценка Может быть Некоторых членов жюри Это все другое Зритель Он все видит Так вот у меня такой вопрос И вдруг Вам предлагается Эта роль Роль Где не танцуют Не поют Роль Весьма драматическая Весьма драматическая Мне это было очень приятно Не маленькая Причем она проходит Она проходит Собственно так Как проходит вся сага Через человеческие жизни Василий Павлович даже дописал Финальную сцену Специально Я знаю Для нас главной героиню Расскажите об этом Ну в романе его В московской саге Персонаж Войнович Исчезает К концу романа Он больше не появляется А для киносценария Василия Павлович Я так понимаю Аксенов Аксенов Под достойчивыми уговорами Режиссерской группы Дописал сцену Как мы встречаемся После войны В Берлине С вдовой Маршала Градова Ну то есть Такой в общем-то Хэппи-энд Хотя бы Для этой Для линии этих двух героев Ну да Вот это дало нам Командировку в Берлин Всем Что приятно Ну и как-то Скрасило последнюю серию Для зрителей Он был еще жив и здоров Слава Богу Ну я думаю Просто так уговорить его Достаточно сложно Его вообще Уговорить было невозможно Ни на что То есть я знаю Что он очень конечно Такой сопротивляющийся Материал был Ну здесь как-то да Повезло Надо сказать что На самом деле Это была не первая У меня драматическая роль Просто она была Ну она Получилась большая И в сериале Который собрал Очень большую Зрительскую массу Поэтому В общем наверное Она была такая Заметная Но я Прямо Очень интересна История Как я собственно На эту роль попал Меня Дмитрий Юрьевич Борщевский Режиссер Постановщик Этого фильма Пригласил На встречу В фонд кино Просто первым Я был первый артист Который проходил Собеседование Даже Это был никакой Ни кастинг Ни пробы Ничего А просто Ну как бы Беседу с режиссером И Автором сценария И вот я пришел Значит Дмитрий Юрьевич Говорит Вот Леша Книга достает Московскую сагу Говорит Я хочу Чтобы ты ее Прочитал Я говорю Дмитрий Юрьевич Я ее прочитал По-моему Два раза На тот момент Потому что Это из аксеновских книг Моя самая любимая Кроме может быть Острова Крыма Вот это Я прямо ее знаю Очень хорошо Он говорит Это приятно А какую роль Ты бы хотел сыграть В сценарии Ну в фильме По этой книге Я говорю Ну так Я посчитал Посчитал Наверное Войновича Сказал я ему Вот Он говорит Да Давай так и будет Вот После чего Мы снимали Это кино По-моему Четыре года То есть С момента Когда я сказал Что я хочу сыграть Войновича Прошел год до запуска И потом Три года Мы снимали Московскую сагу За это время Сменилась Вся съемочная бригада Включая шоферов И поваров То есть Были разные Операторы Начальники Света цеха Звука Ну в общем Все вот Жизнь текла Но фильм постепенно Постепенно снимался И в результате В общем Получился очень неплохой результат Сейчас мы сняли Еще одно кино Которое называется Бульварное кольцо В той же бригаде Почти те же артисты Тоже Дмитрий Юрьевич Борщевский Все это поставил Вот он должен быть Очень хорошо Ну вот Его пока Не могут Теперь Продать Первому каналу Ну я думаю Что Сложится Ну рано или поздно Может быть Сложится Обязательно Конечно Не ну там просто сейчас Несколько поменялась Репертуарная политика На канале На первом И они Что-то как-то Со скрипом берут Ну вот Это уже не наше дело Конечно Да-да-да Вот просто Есть такой фильм Он уже Все он смонтирован Озвучен Показан много раз Частным образом Там разным людям А какое время? Нет у меня его нет А? А время какое? Там Современное Это современная история Да Это прямо про Вот про нас Про нашу жизнь Про сегодняшний день Причем такая она С социально-политическим уклоном Поэтому наверное Первый канал И живет сам Ну да Ну если не первый То никто Я если можно Два слова добавлю Потому что Московская шага И у меня из любимых Мне повезло Потому что С Василием Павловичем Я был хорошо знаком И в Вашингтоне У него бывал Мы же были Первыми Кто поставил Его бочкотару Он когда В подвале У Табакова Когда он После эмиграции Возвращался У него было Два повода Современник Поставил Крутой маршрут Его мамы А мы Соответственно Женя Каменкович Поставил Затоваренную бочкотару Мы тогда Собственно Познакомились Вот Там много Забавного было А потом Был такой эпизод Мы устроили Гастроли Театра Из Нью-Йорка Такого театра Эктин кампани Они везли Пять однооктоба К Теннесси Уильямса И американский продюсер Подруга моя Спросила А кто бы это мог Перевести на русский язык И вот тогда Возникла идея Чтобы это сделал Василий Павлович И я ему позвонил Сказал Пусть пришлют А это Однооктовки Они сейчас изданы Он это издал Успел даже Это опубликовать Там И Вышло это В Москве Это шло под названием Пятерка Теннессистам Вот Потому что По-английски Это Five by ten Называется И надо было найти Но это только Аксёнов Так умел С языком играть Фантастически Вот ты говоришь Он Незговорчивый был Он не Незговорчивый На мой взгляд Был Он всегда Точно знал Как для него В этот момент Будет правильно И как надо У него Вот этих Колебаний Не было Фантастическое Ощущение От общения Такое По жизни Счастья Это же называется А про московскую Сагу Я конечно Про тебя Как про Войновича Не думал И для меня Я вообще Как-то так Абстрактно Представлял Я в эту книгу Впился И тоже Её раза Два или три Перечитывал Эти тома Когда артист Которого Ты знаешь Тебя Удивляет Это самый Большой кайф Это точно И это точно А когда Ты с этим Артистом Общаешься Что в театре Что в кино Вот когда Они удивляют А это Ты как делаешь Да Да И как это Прекрасно И этот день радио И вот этот Да И этот человек И вот это Один в один И вот этот человек Поэтому И та жизнь Ещё Ещё Те годы И это конечно Правда У вас Чешная Чешная Отлично Очень хорошо Что так получилось Пожалуй Вы очень точно Сказали Очень честная И талантливая История Ну Будем надеяться Что будет впереди Да Где режиссёра Я не понимаю Ничто не смотрит Ну ладно Это тоже Эта тема Уже другая Но растратчики Я должна вам сказать Тоже тема актуальная О да Правда же Знаете до какой степени Вы себе даже не представляете Не почему я представляю Я вам скажу Значит Ну не буду называть Одну очень уважаемую компанию Которая Есть же сейчас такой Модный тренд Корпоративы перед Новым годом Конечно А как же Ну святое дело Вот одна Очень уважаемая компания Решила провести Такой корпоратив У нас Мюзикл к этому располагает Мы всячески этому способствуем Требование было одно Мюзикл Растратчики Не предъявлять Афиши Из фойе Убрать Афиши На фасаде Убрать Чтобы не дай бог В кадр Не попало Растратчики Чтобы их Замечательную деятельность Конечно Вот с этим вот Словом Не дай бог Их президента Вице-президента Совет директоров Поваров Неважно Будут ассоциировать Ну случайно В кадр Исключено Такое было требование В нескольких банках Куда Наш художественный руководитель Михаил Эфимович Швидкой Ходил Искать Поддержки Говорили А вот название Никак поменять Вы можете Ну что-нибудь Зачем же вы так-то назвали Не обдуманно Назвали Это не мы Да Понятное дело Но как-то вот надо Очень как-то Обостренно Воспринимают Некоторые Вообще с названиями Это интересная история Потому что У нас же Такие же проблемы С группой Несчастный случай В поисках спонсоров Изначально Но Мы нашли лазейку Это страховые компании Конечно Да-да-да-да И со страховыми компаниями У нас прекрасно складываются отношения Одна из крупнейших Там российских страховых Вот поддерживает нас На Ну еще Второе Так что Я думаю Что с растратчиками Нужно искать Где-то Среди налоговиков Например Да Вот что-то такое Нет Ну мы работаем над этим Есть ли здесь чувства Юмора У которых Как бы От обратного Давайте именно Это и будем Продвигать Нет Нет Есть Нормальный Контингент Но Смотрите Как обостренный Народ воспринимает А по делу Мы ведь Не пытались Никаких ассоциаций Проводить Мы это Не осовременивали Мы оставили это В том времени Макс написал Замечательную музыку На мой взгляд И получилось И она тоже Она не звучит Анахронизмом Да Она так Из Ну Вполне органично В этих костюмах В этих декорациях В этом времени Звучит Ну я думаю Она еще долго Будет актуальна Понимаете Что самое главное И тема И музыка Ну естественно Поэтому Ну я не знаю Хорошо это или плохо Это наверное Касается мира Это же теперь мира Конечно Вообще ведь Глобальная деревня Да 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 Понимаете Получилась Театральная постановка Для нас Вот это самое важное Я буквально Вчера тут В одном хорошем месте Говорил о том Повторю Это такой Литмотив уже Почему-то так Не повезло Жанру мюзикла В России Ну можете себе Представить Чтобы на пресс-конференции Там я не знаю В Большом В Амхате В Современнике Разговор бы Начинали с вопроса Какой у вас бюджет И когда вы окупитесь Да А тут Трудами И делами Некоторых Моих Замечательных коллег Именно Этот сюжетный Поворот Превалирует Вот у нас Принципиально По-другому Вот в этом смысле Мы очень отличаемся Мы занимаемся Театральным делом Кто-то танцует В балете Кто-то поет В оперетте А мы ставим Мюзиклы Это жанр такой Это такая Театральная форма Поэтому Не окупимся Еще достаточно Долго К сожалению Мы затратные Мы не государственные Мы всегда Ищем помощь И слава богу Пока находим Ее Но мы занимаемся Театральным делом А вот каких-то Новых авторов Вы ищете Есть ли Вот такой У вас Не знаю Папка такая Портфель Ищем еще Как Даже находим Даже находим Кажется Пока еще Не получили Подождем Еще Да Ну скажем так Мы Во-первых У нас есть даже Завлитературные части Есть такая должность В театре Старая Как-то это вообще Театральная такая должность А во многих Современных Современных Заведениях Нет конечно Отпадает Как хвостик Это атовизм У нас есть Нет литературы Наверное Поэтому Литература Ой нет Литература Опять Значит Поскольку Я опять-таки И Павла Саныча Маркова Застал живьем И даже Поскольку Мой папа у него учился Дома у него бывал Надо Активнее Этим делом Заниматься У нас Два театроведа Во главе Михаил Ефимович Слава Богу Тоже выпускник Театроведческого факультета Доктор наук Доктор наук Профессор Вот Мы Понимаем Что авторов Не надо ждать Их надо выращивать Или скажем Подсказывать Интересным Успешным Литераторам Что Есть такая штука Под названием Драматургия Мы этим занимаемся Активно Чуть-чуть Погодя Расскажем об этом Подробно Пока не скажем Просто чуть-чуть рановато Заявлять имена Действительно Ну Дай Бог Чтобы все это Зрело Вот Нам хочется думать Что появлением своим Мы даем повод И судя по тому Что регулярно Приносят пьесы Либретто К сожалению Часто пересортится Но это нормально Это всегда так было И всегда так будет А вдруг На чем-то Глаз останавливается И вам не важно Имя композитора Известное Или неизвестное Кто слушает музыку Это сложный вопрос Совсем недавно Мы по этому поводу Долго дискутировали И по поводу Автора пьесы Автора музыки И Нет Это конечно важно Это очень важно Для афиши То есть сказать Сейчас нет Нам не важно Это неправда Да То есть Так или иначе На афишу Конечно Очень хочется Заполучить Несколько фамилий Которые привлекут публику По крайней мере В этот период А дальше уже Ну конечно Да Поэтому и звучали Такие фразы Если ты помнишь Да Что или Совсем никому неизвестный Человек Там понятно Из Архангельска Да И вот это мы его Как бы Открытие Открытие Некое Или уж если не так То звезда Да То есть вот Прямо Там Вы понимаете Вот тут же все Есть свои законы Жанры Которые мы так любим Его нельзя Или скажем Можно Но сложно Играть В трехсотместном зале Его очень сложно Делать в подвальчике Когда-то начинали Мы на Чаплыгина У Табакова Положим Это большая форма Это очень технологичный жанр В этом его сложность И в этом его прелесть Потому что Это все-таки Театральный праздник Это самые современные технологии Это когда все одновременно Не спела Потом потанцевала А и пою И танцую И при этом Это как бы все Через себя И от себя Органично А при этом Поехала фурочка А при этом Сверху что-то спускается И здесь Очень важно Чтобы что-то Привлекало внимание Название Композитор Артисты Мы не можем Это игнорировать Вот Мюзикл Как чистый эксперимент Он конечно Имеет право на существование Он должен быть Для этого есть то Что по-английски называется Воркшоп Лабораторные показы Концертные варианты Но как только Мы выходим На тысячный зал На большую сцену Мы должны понимать Что зритель знает О том Что здесь происходит И хочет сюда прийти Тут есть Опять Своя хитрость Не хочу очень долго Я студентам Очень люблю Рассказывать Про феномен Айпада Вот когда Айфон Придумал Стив Джобс Он ничего не придумал Он улучшил Мобильный телефон Мобильник существовал И до него А вот сделать так Чтобы на пустом месте Сначала Мы все захотели Планшетный компьютер А потом Выпустить на рынок Такую штуку Что просто Вот из рук Выпустить невозможно Это надо быть гением И вот А мы этим занимаемся А мы этим занимаемся Мы работаем с туроператорами Мы работаем с туристической индустрией В принципе очень активно Мы выходим в крупные региональные центры В большие российские города У нас в этом смысле Очень удобное местоположение У нас большая парковка перед театром Единственный театр Москвы С роскошной парковкой Бесплатный Куда может приехать Любой Икарус Любой автобус Да абсолютно Высадите Да-да-да Но только Этот Икарус должен знать Что там Мы занимаемся Мы работаем Ну скажем так Дальние города В меньшей степени Но Московскую область И окрестные губернии Мы осваиваем Активнейшим образом Мы например Сейчас перенесли Субботние спектакли На три часа дня Для того Чтобы люди Из дальнего Подмосковья Там Владимирская Тверская область Могли утром Выехав из дома Приехать к нам Пообедать Потому что у нас Полный комплекс У нас и кафе свое есть Как это? Ну расскажите об этом Ну я же слово Корпоративы уже упоминал А понятно Ну может быть вы специально Для них А потом все закрыли Посмотрите Поскольку вообще Дворец принадлежит Дворец культуры Имени Горбунова Вот та самая Знаменитая горбушка Где Мой друг и товарищ 30 лет назад Да это было Сколько лет назад Нет поменьше Нет 20 лет назад Лет 20 20 лет назад В шинели С репродуктором С рупором Таким С крыши нашего Нынешнего Кассового зала Сообщал Собравшимся Что можно покупать Новый альбом Группы Несчастные случаи И мы нашли Эту пленку Да Это было с вами Да Конечно да Мы там на рынке Активно торговали Дисками Только что напечатанными Ну не сами с рук торговали А как-то мы их распространили Там по ларькам И вот Об этом Прошло недавно По телевизору Была такая программа О истории горбушки Так ты вернись ДК Грабунова Так вот ДК Грабунова Принадлежит заводу Хруничево Ракетному заводу Вот Традиционно Для них и был построен И мы в партнерстве С заводом Привели Этот ДК В Божеский вид Это современное Театральное пространство Заводу принадлежит Все что касается Ресторанной части Там полного цикла И кухня И печи И холодильные камеры Мы там сами Обедаем И ужинаем И делаем это с удовольствием Там же Собственно Кормится и наша публика Там же мы устраиваем И всевозможные банкеты И приемы И когда идет Целевой зритель То есть Когда приезжают Вот эти Автобусы Ну конечно их надо накормить Из области Мы их по очень Разумной цене Это все включено В пакет Мы их кормим Обедом Стоимость билета Абсолютно Какие вы хитрые Да Да Мы такие То есть Тут уже не хочешь А пообеду Там у нас большие фойе У нас есть где отдохнуть А для детей? Это замечательный вопрос В принципе У нас ничего И спектакли для детей Это прекрасная тема Мы вот буквально В дюйме От решения Это у нас На повестке То есть в следующий раз Когда мы увидимся Вам уже будет что рассказать Да Мы понимаем Что это нужно Но если это будет не завтра А хотя бы через неделю Что-нибудь будет Просто вы понимаете Что произошло Вот с детьми Ну многое чего произошло О грустном не будем А исчез Центральный детский театр Молодежный театр Он замечательный И мне там очень многое нравится И прекрасные Главные режиссеры И вообще Все достойно Но Но это не детский театр Это не детский театр Тюз Там работают Ну наши гении Наши вообще Наши все Действительно Ну опять же Ну не юного он зрителя Совсем Конечно Вот что делать А я еще помню Чаполина Понимаете И многие Моего поколения С удовольствием бы Привели Своих уже Внуков Посмотреть Какой-то детский спектакль Чтобы он был И образовательный И поучительный И веселый И где можно было бы Поплакать Чтобы душа трудилась Да Правда Согласен Абсолютно Нету в Москве Такого места Я не знаю Может я ошибаюсь Такого места Конкретно Да Действительно нет Хотя В общем-то Во многих театрах Есть И весьма Качественные То есть Их может быть Их маловато Но их Нельзя сказать Что вообще Ничего не сделали Ну слава богу Синяя птица Вот есть еще Есть да А вот в полюбившемся нам С Алексеем Анатольевичем Московском художественном театре Есть допустим Конек горбуну Потрясающе И это то направление Которое нам Очень нравится Это то что называется Спектакль для семейного просмотра Конечно Там фокус Заключается в том Что ну у меня правда Уже сын 22 Поэтому сказать Что я Скоро вам будет Кого повезти Будем надеяться Так вы же вот работаете Работаете Ну вот смотрите Если вы идете Допустим Ну я же могу с племянниками Не важно Ну да Значит если вы идете Ну пятилетние Все таки рановато Я вообще считаю Что это Настоящий театр Если это не кукла Или не совсем Вот какое-то Такое детское Детское Ну попозже Что-то да Ну с шести семи Это все таки когда Его или ее Длительность Интереса Вот слежение За происходящим Она больше 20 минут Когда хотя бы на час Ну это да Маленький цветочек Конечно 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 Но вот там В этих вот самых Историях Для семейного Просмотра В них заложен Фокус Детям интересно Свое Родителям Интересно Свое А в самых Классных Историях Есть еще И для молодежи Свой подтекст Каждый Считывает На своем уровне Понимаете Это трудная История В горбунке Безусловно Получилась На мой взгляд Я как раз К этому руку Никакую не приложил Я пристрастный наблюдатель И как это Родственник со стороны жены Друг дома Понимаете Это замечательная история Та же красавица И чудовище Которой мы с Лешей Вместе занимались Это тоже история На мой взгляд Удачная Из этой же серии Дети там Свое Вот вы маленький цветочек Вспоминаете Это в общем Та же сказка Только рассказанная По другому Дети там Свое считывают Взрослые Свое И смеемся мы разному Ну в вашем театре Будет Будет Ответственно Работаем То есть у нас прямо вот Сейчас еще пока не в корзине Конечно Но Но это очень трудно На пути к ней Две работы Которые нам очень нравятся Которые надо еще написать Но Одна из них Прямо вот именно То о чем вы говорите Мы прекрасно Да А планируете ли вы Приглашать Привлекать Артистов Ну Совсем Других жанров Вот тех Которых вы видите В мюзикле Нет Ну подождите Мы уже привели Смотрите Расскажите С удовольствием Вот у меня есть Любимый пример Есть такой Замечательный актер Николай Дмитриевич Индяйкин Николай Дмитриевич Вообще-то Один из Двух-трех людей Авторизованных Гротовским Преподавать его Систему В этой стране Он Ученик Из подвижника Анатолия Александровича Васильева А до этого Артист Томской драмы А до этого Артист Ростовского театра Который только В 35 Или 36 Приехал В ГИТС поступать Вот Но к Васильеву И пройдя Всю эту Длинную Замечательную Судьбу Он оказался В начале Уже Нынешнего века В художественном театре Где сыграл Несколько Замечательных ролей А в какой-то момент Ему позвонил Михаил Ефимович Который С ним знаком Еще с омских Времен Сказал Коль А не хочешь у меня В мюзикле Главную роль сыграть И тот сказал Миша Я всю жизнь Мечтал сыграть В мюзикле Ну мы попали Мы сидели Перебирали По памяти Пришел Замечательно сыграл Получает удовольствие Приходя в театр Только что получил Народного Слава Богу Вот Мы его Причем Табаков сделал это Ему сюрпризом Он не знал На самом деле Что даже документы ушли Вот Поэтому у человека Был настоящий праздник Одновременно с этим В противоположном направлении Из мюзикла В художественный театр Отправилась Замечательная Лика Рула Сыгравшая И в Чикаго И в Мамма Ми И во многих И у нас Во временах Не выбирают Ее Кирилл Серебренников Позвал На Зойкину квартиру Играть Зойку Тут можно сказать Что как-то В общем И звезды совпали И этих пересечений Стало больше Люди просто стали общаться Театральные актеры Пришли в мюзикл Этого действительно Сегодня уже много Ну вот так Чтобы И когда Был юбилей Анатолия Мироновича Смелянского 70-летие в декабре Уже прошлого года То мы придумали Значит Вышли Николай Дмитриевич Лика Запели свой дуэт Из времена Не выбирают А уже к ним Вышли И Михаил Ефимович С Мариной Санной Швыдки И я С Большим Букетом Вот то что Художественный театр Отправил Своего Замечательного Актера К нам А мы прислали им Свою звездочку Ну да В общем это говорит о том Что Процессы пошли Все перемешивается И конечно Непрерывно Мы находимся В поиске Людей Которых бы Еще бы привлечь бы Хотя Сформировалась уже В общем и некая Труппа театра На самом деле Она есть Хотя Ты лучше в этом Разбираешься Конечно Я так понимаю Что У нас каждый год Возобновляется Каждый сезон Возобновляется Контракт То есть нельзя сказать Что человек Здесь на жаловании Навсегда Сказать можно Но на год Навсегда нет Накого Приговоренных К этому театру нет А вот вы знаете Уже точку зрения Ну наших больших мастеров На ваш театр Ну я не занимаюсь Кто-то был Может быть Нет Вы знаете Были Встретил Поговорил Вот я скажу Тут даже гораздо важнее Не то что они публикуют А то что они делают Когда нам был год В феврале Буквально 2013 года И мы после Очередного спектакля Собрались Своим узким кругом Ну узким Это человек 200 Все равно Актеры сделали Настоящий капустник Кабаре Мы про это Ничего не знали Мы договорились Между собой С Михаилом Ефимовичем С Давидом Яховичем Не вмешиваться В процесс Мы просто пришли Нам сказали Вот садитесь сюда Садитесь сюда И нам показали Там и пародии На нас были И масса смешного Очень остроумно Качественно сделано Классное шоу Вот действительно Замечательно Но Что мне было важно И что нам было Всем безумно приятно К нам Сам захотел И приехал Анатолий Геннадьевич И сам заходил И приехал Олег Павлович Табаков с Мариной И просто провели С нами этот вечер Они даже подарочки Какие-то Очень трогательные Привезли Дорогого стоит Они приехали А Табаков-то Вот кто Какую-нибудь Центральную роль В мюзикле Он же все может Это правда Это правда Все может Артист Который может все Это правда Это правда Ну Как бы пока Да Я понимаю Поживем Что он занят И так далее И так далее Но к сожалению Вот такие артисты Не прибавляются Уходить Уходят Но не прибавляется Может быть я ошибаюсь Ну смотрите Ведь Миронов же у нас В Бумбараши В подвале Замечательно Пел Чего уж Ну да Ну петь Это одно А я имею ввиду Вот этот синтез Какой-то невероятный Синтез всех Искусств Это вот то Что есть В Табакове Ну конечно Понимаете Алексей Вы этим обладаете Ну Вы знаете Что вы этим обладаете Поэтому мы от вас Ждем Вот большего Вы понимаете Большего Абсолютно точно Потому что Артист Я ни в коем Мере Не Умоляю Таланты Многих наших Артистов Они Замечательные У нас вообще Наша школа Да Это правда Достойно Самых Высоких Слов Но Вот таких Артистов Как Олег Павлович Ну как Вот как Евстигнеев Например Ну вспомните Ну не случайно же Зимний вечер В Гаграх Нет Конечно Где можно Ты смотришь на него И ты плачешь И ты смеешься Ну такого Чаплинского Что ли Плана Я вот О чем говорю Этого всегда мало Этого мало Вы понимаете Это правда Это наверное Всюду Ну вы знаете С другой стороны Пройдут Года Пройдут Десятилетия И я думаю Что вспоминая Двухтысячные И даже девяностые Может быть Когда уж совсем Была разруха Мы будем вспоминать Какие-то имена И лица И тоже с ностальгией Говорить о том Что Ах какие были А теперь таких нет Мне кажется Что в каждом поколении Есть свои Вот такие Народные Звезды Народные Любимцы Я вам скажу Вот такой же Совершенно Такого же масштаба Человек Федя Добронравов Мой очень хороший друг Восхитительно Поющий Танцующий Играющий Абсолютно Органичный человек Который может быть Ну как бы там Не так Сейчас вот Проявляется Но я просто знаю Как он поет И пляшет Он это делает Виртуозно Совершенно Народный артист России Любимец такой Что просто Он у нас В дне выборов Выходит на сцену Зал хлопает минуту Так а я добавлю Сына его Витя Который Блистательно Работает В Вахтанговском Великолепно Работал у нас В Красавице И Чудовище И вот В том самом Шорт-листе Как сейчас Можно говорить Московских актеров С которыми Я лично Работать буду Всегда С удовольствием И этих Бежушных А замечательные ребята Которые нам подарили Все эти выборы И радио Это же просто Это какое-то Вот такое явление Просто явление Мне кажется Что все есть Просто Слава Богу Как бы Время отфильтровывает Тех людей Которые остаются В памяти Вот как мы сейчас Говорим Олег Павлович Ну слава Богу Жив и здоров Долгих лет жизни Евстигнеев Миронов Ну я уверен Что и от наших времен Может быть Не такой золотой улов Но какой-то серебряный Останется обязательно Да Так может быть Это связано С нехваткой Просто материала В котором бы Они могли себя проявить Может быть еще И это Техтонический разлом Еще прошел По времени Несомненно Вот это да В это В эту Рассели Но очень много Что провалилось Кто-то успел По мосточкам Пройти Это ведь тоже Не каждому поколению Приходится Через это пройти И потом Вы знаете Я вот с Лешей соглашусь Наверное Когда И моему Замечательному Учителю Олегу Павловичу И многим Другим Было там По 30 Наверное Их тоже сравнивали С их Учителями С Топорковым Там С Яншином С Грибовым Там Такие были Потрясающие актеры Вот там Да А вы ребят Вы конечно славные Но Я думаю Что это время Все таки Нужна дистанция Какая это дистанция Нужна Ну лицам Лицам Не увядать Все понятно Не увядать И все таки Лучший роман Про войну 12-го года Написал Граф Лев Николаевич Толстой Который По возрасту Никак этого Видеть не мог Какая-то Временная Дистанция Нужна И про нынешнее Время Наверное Тоже напишем Лучше Не мы А те Кто будет За нами Что будет Завтра Расскажите мне Что Будет Завтра У театра Мюзикла У театра Мюзикла Завтра Должен Появиться В репертуаре Еще один Спектакль Если говорить Про то Что завтра Это новый Сезон Это Осень Мы не будем Пока говорить Какой Не потому Что не знаем А потому Что Как уже Сказал Алексей Выбираем Это тот Счастливый Случай Когда мы Выбираем Что вперед Пропустить А что Чуть позже Это действительно Счастливый Случай В отличие От несчастного Вот В работе С близкими Нам Талантливыми И Замечательными Людьми Находится Несколько Историй Две из них В таком Уже Продвинутом Состоянии И Мы посмотрим Что из этого Выйдет Раньше Мы почти знаем Ну Значит Дадим повод Для следующего Разговора Просто буду Очень рада И пожалуйста Не забывайте Про детишек Мы вас Услышали Как говорится Это вопрос Решенный Я озвучила А вы услышали Это вопрос Решенный О, не говорите Спасибо Спасибо вам огромное Я хочу вам напомнить Уважаемые слушатели Что сегодня В очередном выпуске Программа Мастера У нас были Генеральный директор Московского театра Мюзикла Александр Попов Спасибо вам большое Спасибо вам И известный артист Музыкант Продюсер Алексей Куртнев Спасибо Спасибо огромное За приглашение Было очень интересно И приятно поговорить Взаимно Замечательный разговор Спасибо Мы прощаемся с вами Ровно на одну неделю Будьте здоровы Программа Мастера